Нет, это не реквизит со съемочной площадки «Звездных войн», хотя прибор и очень похож на нечто фантастическое. Чудо-аппарат пенсионерка Елена Маркова приобрела, чтоб разом все болезни вылечить. В телемагазине, говорит, обещали полное исцеление, всего за 4000 гривен. До сих пор не научилась не верить. Позвоночник болеет, ноги, не могу ходить. Как она в прошлом сама, врач, могла купиться на нереальные обещания, Елена Маркова сама не понимает. Женщине сказали, что прибор она сможет вернуть, если он не подойдет. Уже после получения посылки лечащий врач запретил женщине экспериментировать. Мол, в 85 лет это может быть чревато. Вот, видите, инфракрасное излучение, тут что-то такое оно делает. Мне сказали, ни в коем случае эту физиотерапию тоже не надо. Но вернуть аппарат оказалось не так-то просто. На том конце провода пенсионерку стали обвинять. Мол, она совершает преступление и скоро окажется за решеткой. Я говорю, что в чем же криминал у меня? Я заплатила. Все, я хочу только вернуть, а вы мне еще угрожаете. Вот завтра к вам приедет, не то милиция, потом еще кто-то. В общем, он понаговорил. Я думаю, господи, я тут одна приеду. На выручку пришел племянник женщины. С ними очень тяжело говорить. И им звонишь, и начинаешь с ними обсуждать. Мы хотим вернуть прибор. Непрерывно попытки перевести разговор, масса вот каких-то дерганий, приемов манипулятивных, перетаскиваний к иным темам, угроз. То есть там на самом деле сидят профессионалы, которые зарабатывают деньги на том, что пожилых людей обманывают. В товарном чеке никаких реквизитов продавца чудо-прибора. Кто такие, непонятно. Сказали, это фонд Катерины Ющенко, и что этот они доплачивают. Но в фонде супруги экс-президента связи с магазином открещиваются. Звоним в телемагазин. Вопрос все тот же, кто такие и почему деньги пенсионерки не отдают. Мне это не удастся, дорогая моя. Почему? Потому что имею право с вами не разговаривать. У меня очень много работы, поэтому, пожалуйста, прошу меня не отвлекать. Может быть, если вы очень заняты, вы меня переадресуете на кого-то, кто менее занят и мог бы уйти? Ну, если у кого-то будет, ребят, вас обязательно наберут. В областной госпотребинспекции говорят, нарушение закона налицо, ведь телемагазин ничем от обычного не отличается. Товар вернуть покупатель имеет право. Все права наших потребителей, они точно так же защищены законом о защите прав потребителя, как и при покупке любого товара в любом магазине. Никаких особых условий или особых ограничений для данного вида деятельности нет. Точно так же человек имеет полное законное право потребовать все документы перед тем, как он оплачивает деньги. Он это и должен делать. И обязательно обращать внимание на гарантию, чтобы условия гарантии потом соблюдались. Психолог Максим Житко рассказывает, пенсионерка Елена Маркова стала жертвой так называемых психотехнологий. Таковые сегодня используют многие торговые фирмы. Профессиональные психологи готовят специалистов, которые не знают теории, которые знают очень узкий вопрос, но которые, как настоящие ремесленники, оттренировали определенный навык. И при телефонных продажах, телевизионных продажах, они достаточно успешно этот навык реализуют. В этот навык входят и умение косвенного внушения, и умение убеждения, и навык нейролингвистического программирования. Пострадавшая уже написала заявление в милицию и прокуратуру. Уверяет на уловки нечестных продавцов ее больше не поймать.